Итак, начинаем с новостей из Индонезии. Там практически сразу после взлёта разбился пассажирский Boeing 737. На борту, по предварительным данным, находились 189 человек, 8 членов экипажа и 181 пассажир, в том числе трое детей. Самолёт выполнял внутренний рейс из столицы на один из островов. Место крушения уже обнаружено. Boeing упал в море. К погружению готовятся водолазы. Всю информацию к этой минуте собрал Дмитрий Кулько. Обломки упавшего лайнера первыми обнаружили индонезийские моряки к северу от острова Ява. В воде часть обшивки самолёта. Телефоны, сумки и другие личные вещи пассажиров. Самолёт авиакомпании Lion Air летел из Джакарты в другой индонезийский город Панкалпинанг. Сервис Flightradar зафиксировал, как в половину третьего ночи по местному времени Boeing 737 набирает высоту по дуге и уже на 13-й минуте исчезает с экранов. Официальные власти подтверждают. Командир лайнера запросил экстренную посадку. Хотел вернуться в аэропорт, но не успел. Связь с ним пропала. Самолёт теряет высоту и разбивается в Яванском море. Интернезийские службы разворачивают в его акватории поисково-спасательную операцию. Первые группы на катерах выдвигаются в зону крушения. Спасательную операцию может ускорить помощь других служб. Я уверен, вооружённые силы и полиция помогут ускорить эвакуацию. По предварительной информации, на борту было 189 человек, в их числе пассажиры и члены экипажа. Авиакомпания Lion Air – крупнейший бюджетный перевозчик Индонезии. Появилась информация, что компания имела серьёзные проблемы с обеспечением авиационной безопасности. Именно по этой причине авиакомпании несколько раз отказывали во вступлении в Международную ассоциацию воздушного транспорта. Её самолёты даже входили в чёрный список Евросоюза, которым запрещено летать над его странами. Тем не менее, в Lion Air сегодня заявили, что Boeing 737 эксплуатировался всего два месяца и перед вылетом был исправен. Также в сообщении сказано, что двое пилотов воздушного судна налетали в общей сложности 11 тысяч часов, то есть имели внушительный опыт. Главная задача поисковиков сейчас найти бортовые самописцы. Они помогут установить, что происходило с самолётом и внутри кабины пилота перед трагедией. Мы используем эхолокатор, чтобы найти место расположения чёрных ящиков. Как только они будут обнаружены, мы отправим туда водолазов. Также мы надеемся найти фюзеляж. Судя по первым кадрам, с места катастрофы погода была благоприятной, полный штиль. Тем временем в аэропорту в Джакарте съезжаются родственники погибших пассажиров. Некоторые недавно провожали их перед полётом. Уже опубликованы списки жертв трагедии. Среди погибших трое детей, один из них младенец. Как сообщили в российском посольстве, по предварительной информации, россиян на борту не было.